Старт переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз – одно из главных достижений партии «Действие и солидарность», говорится в отчёте о трёхлетнем правлении ПДС. О его итогах рассказали председатель политформирования Игорь Гроссу и премьер-министр Дарин Рычан, не являющийся членом ПДС. Это были трудные годы вызовов и противостояний, но это были и годы, когда для нас открылось окно и появился исторический шанс. Уже три года Республика Молдова неуклонно продвигается по пути нашего вступления в Европейский Союз. Два года назад никто не верил, что мы сможем начать переговоры о вступлении. Однако это произошло, и мы нуждаемся в участии каждого. Мы нуждаемся в консолидации общества вокруг этой очень важной цели – чтобы построить Европу у себя дома. У правительства есть очень чёткий и детальный план, как в ближайшие пять лет преобразить Республику Молдова до неуздаваемости. Доклад был представлен перед офисом ПДС в центре столицы. Игорь Гросу, лидер партии «Действия и солидарность», председатель парламента, среди прочих успехов перечислил строительство и реконструкцию 700 километров национальных, местных и региональных дорог, прокладку систем водоснабжения общей протяжённостью 800 километров и 100 километров канализационных сетей, а также установку систем уличного освещения, общая длина которых составила 700 километров. В списке достижений также ремонт школ. За эти три года, несмотря на войну у нашей границы, нам удалось идти вперёд. Мы инвестировали 3 миллиарда леев в модернизацию больниц. Мы модернизировали и отремонтировали 200 школ и детсадов. 500 миллионов леев вложили в модернизацию университетов и колледжей. Это самый большой вклад в высшие учебные заведения. Среди достижений ПДС Гроссу также назвал предоставление субсидий фермерам и диверсификацию источников поставок природного газа, а также повышение зарплат некоторым категориям бюджетников, в частности врачам и учителям, пенсии, пособий ветеранам и пособия при рождении ребёнка. Мы увеличили пособия при рождении ребёнка до 20 тысяч леев. Это первое социальное пособие, которое достигло размера существующего в некоторых европейских странах. Мы впервые ввели ежемесячное пособие в размере тысячи леев для детей до двух лет. Лидеры некоторых внепарламентских партий, однако, оценивают итоги трёхлетнего правления ПДС несколько иначе. Так, Дину Пленгел, председатель платформы «Достоинство и правда», считает, что правящая партия добилась определённого прогресса во внешней политике, но не внутри страны. «Многие обещания, связанные с определёнными принципиальными реформами для нас, как государства, к сожалению, не были выполнены, начиная с реформы юстиции, административной реформы. У нас есть большие недостатки и проблемы в сфере безопасности, и до сих пор у нас нет адекватной политики в экономической, налогово-бюджетной сфере». В свою очередь, председатель политформирования «Наша партия» Рината Усатый заявил, что за эти три года не удалось реализовать ни одну из реформ. «Вы провалили все реформы. Юстиция подчинена, экономика на дне, беспрецедентный исход населения, массовая депопуляция, бедность, отчаяние, политические схемы». А мэр Кишинёва, председатель национального альтернативного движения Ион Чибан, обвиняет власти страны в невыполнении обещаний. «Сегодня исполняется три года, и разочарованные люди осознали, что все реформы, обещанные ПДС, остались на уровне лозунгов, а хорошие времена для граждан можно увидеть только в их предвыборной программе», — написал политик на своей странице в Фейсбуке. На парламентских выборах, состоявшихся 11 июля 2021 года, за ПДС проголосовали 52,8% избирателей. Такого результата прежде не добивалась ни одна партия. В итоге политформирование получило 63 депутатских мандата.